А-а-а-а Реаниматологи Владимир Пашкевич и Роман Лагно в ковидном госпитале с начала пандемии. Уже полгода не видели родных. Живут в санатории для медиков. Полностью посвятили себя тяжелым пациентам на ИВЛ. Лечат и пытаются их всячески приободрить. Я ей даю бумажку, ручку. Она мне пишет все свои переживания. Я ее успокаиваю. Обычно пациенты пишут. Я вот вторую неделю на ИВЛ нахожусь. У меня вообще есть шансы. Пытаешься приобретать. Говоришь, вот у вас сегодня уже на 5% фракция кислорода ниже стала. Мы движемся в правильном направлении. Не боитесь заболеть? Не боялись ли? Ну, опасения всегда есть. Это разумные опасения. Я считаю, что если я буду так же полноценно одеваться, соблюдать все правила эпид безопасности, риск заразиться, он сведен к минимуму. Опять же, мы на работе все носим средства индивидуальной защиты. То есть, условно, риск заболеть на работе, он меньше, чем риск заболеть в городе. А в городе хаос ковидные госпитали открываются и тут же заполняются. Тяжелых больных с каждым днем все больше. Многих вылечить не получается. Врачи больницы, поликлиник края, мы в этом убедились, работают на износ и напрямую подвергают себя опасности. Каждый пациент рассматривается как потенциальный носитель ковидной инфекции. Поэтому мы работаем в усиленном эпид режиме с 8 до 7 часов вечера. Медицинская помощь оказывается абсолютно всем. Медики говорят, в столь сложных условиях никогда прежде не работали. Все больше жалоб, все больше больных в тяжелом состоянии. Борцы в белых скафандрах просят с пониманием отнестись к возникающим трудностям. Они говорят, мы тоже нуждаемся в поддержке. Ведь приходится ежедневно бросаться на амбразуру, рискуя собственной жизнью. А если не медики, на передовой, то кто будет спасать остальных? Валентина Аскирова, Николай Шилко. День с толком.